Итак, друзья, мы еще хотим поговорить об одной вещи, которая нас всех объединяет, кроме секса. Это автомобиль. Многие приехали сюда на автомобилях, многие ездят на автомобилях каждый день, кто-то через день на автомобилях. Все хорошо до тех пор, пока ты в кого-нибудь не приехал или в тебя, кто-то не приехал, не дай бог, конечно. Вышли, остановились, осмотрели повреждения, дальше наступает, ну, кто был в ДТП, понимает, о чем я говорю. Вторая часть Мерлезонского балета, когда надо ехать в Кировское ГИБДД на Черняковское и писать, как ты на ближайшем тебе транспортное средство ехал со стороны улицы такой-то, в сторону улицы такой-то, тут со стороны улицы такой-то, в тебя въезжает чудак такой-то. Ты вышел, ему сказал, что он чудак такой-то, он ответил, ты сам такой-то. В общем, среди гор этого объяснительного хлама иногда попадаются удивительные первые. Объяснительные после ДТП. У меня не работает левый поворотник, и я показал тем поворотникам, которые работают. Под запрещающий знак я поверну по команде автонавигатора. Она говорит, поверните направо. Я ей, там же знак. А она, делайте, что я говорю, там сроду ментов не было. Левый поворот, левый поворот я показал рукой. Цели хватать за грудь велосипедистку И затаскивать ее к себе в машину у меня не было. Особенно поначалу. Выпил я не до, а сразу после аварии. Так как появился серьезный повод, и как-то сам собой родился замечательный тост. Жена подарила мне навигатор. И теперь, куда бы я ни ехал, он выводит меня к меховому магазину. После того, как я вышел из-за руля, ГАИшник перестал спрашивать, почему я еду в детском кресле. Скорость я не собирался превышать, А тихонько ехал за трактором. Откуда мне было знать, что он разогнался до 150 км в час? 31 декабря я два часа пропускал пешеходов, Пока не понял, что заехал в середину хоровода. Я стоял в пробке в правом ряду. Услышал нарастающий сзади гул столкновений. Чтобы уберечь стоящие впереди меня машины, Я включил заднюю передачу И пустил в встречную волну столкновений. А иначе пострадало бы не 27 машин, А все 28. От девушки короткая строчка. Я двигалась, слегка подгазовывая тормозы. Я решил так. Если кабина пролезла, То и весь самосвал пролезет. И перестроился в средний ряд. Я забыл про трубы, Которые торчали у меня из кузова, Загибаясь в сторону. Об этом мне напомнили потом Два микроавтобуса, Которые доехали со мной до Лапаевска, Как выясняется, не по своей воле. Еще одна от девушки. Водитель встречной машины Помигал мне поворотником. Мол, проезжай. И последнее. Объяснительное после ДТП. Спиртное за рулем Я не употребляю, Так как не имею на это прав Уже полтора года.